если за вами наблюдает встревоженный стражник вы должны немедленно исчезнуть я выполняю все как предписано как далеко идти то сейчас всю просто стражу встревожим в мире изи катка ну если что это финальная как бы черта я наверно даже это выделю в отдельный ролик или ахз посмотрим что как-то получается что секса днк немножечко большой а наверное да почему бы и нет или почему бы еда и может сразу все финал я не знаю сколько там до финала по-моему он небольшой я помню что будет как бы вот если еще помню всей игры почему-то вот именно вот эту погоню и и финал ну и кофкос как бы города и прочее общее оформление ясен пень о еще ворвемся они даже не рис реагировали фу на них так что это приключение подходит концу вы готовы вытирать слезки то здесь не туда с часто к цепи поэтому на туда все норм вы уверены в этом да что ли угрожает изи здесь не там за мной не гонят знаете еще из того города и мы убьем тебя мразь хераси я кританул тощу ну блин упс так преступление наказание что ли лошадь верните плюс вы издеваетесь лошади нет кто будет здесь вменяемый вообще гонять без лошади действительно вот глупец блин теперь пешком идти так уже он куда-то очень спешит а снизу есть что нет фак фак какого хрена лошадь то забрали за что ванна полюбова здесь . синхронизации есть ни хера сего стом я могу здесь спуститься ау понял я вас понял ты умрешь с спасибо лошадь тебе конец давайте по хорошему он забежал в тупик ему конец вот же твари а он же твари стой лошадь стой лошадь он должен устать стой лошадь Сосать кирпичи? На лошади-то. Ну, блин. Как... Тебе сюда нельзя. Как не ворвит, а? Лошадку забрали. Так. Эээ... Вперёд и при первой возможности налево. Ага. Хера, ты лысого, тебе понятно? Луччик недоделанный. Робин Гуд, блин, обоссанный. Капец, единственный человек на лошади, видимо, здесь. Надо остановить, как бы, это... Скажи, мол, права, господин? Чё, упились? Отдыхните? О, как воняет! А, это вы зубы не чистили, нормально. Если вы отразили мощную атаку, враг будет уязвим. Прикончите его, подбив ему ноги или бросив ноги. А как подбить ноги? Я чё-то хз даже, я просто забиваю их. Так, летс гоу! Да, ребят, стреляйте А, что? А, понятно, я их должен убить А я могу? Уже войти в бой-то? А, звуков не будет Звуки не успели проглазиться Вон отсюда, понятно? С моего самолета, засранцы Че вообще происходит сейчас? Со звуком, плиз, верните звук Тебе не уйти Мне сложно ориентироваться без звуков Серьезно, ко мне идете, ладно? Ну, игра, ты молодец просто Окей, вывела меня из боя Его, конечно же, я хочу бить Звуки рип Все, звуков не существует Охереть просто, вы слышите, понимаете, откуда звуки идут вообще? Эти звуки 10 секунд назад должны были быть Кира, ты живой? Эм, понял Хера вас Я встаю уже А, именно его, что? Я сбил ее защиту, начал бить другого Не за что, у вас видео все нормально Это, как бы, PlayStation 4 не может вывести звуки Это просто не увидел Не дают мне в ту сторону, в которую я его кинул пойти Да ты издеваешься До свидания О май гад, давайте просто постоим на месте Давайте подождем, пока игра прогрузит все, что можно Давайте будем спринять хотя бы Потому что игра не может вывести, серьезно Точнее, не игра, а система не может вывести Все то, что игра ей хочет сказать Нет Давай, вали отсюда, с моего самолета, найс А зачем это? А сейчас когти есть, если он нахрен не сдался Понял Ни для чего Эй, Роберт Да, он младший, иди сюда Я придумал Здраво, мудаки, ну спринете Остановите, убейте его А ну пришло время маншотов Давай Спасибо Спасибо Снова нахуй! Саанану, мэнс! Да, конечно же я не могла убить лежачего. Вы что, издеваетесь? Не нажимаешь его вовремя? А, понятно. Хватит бегать! А зачем он своего-то бил? Давай забежать тебе некуда! Ну иди сюда! Ди-ка, меня не обижу! Убью только сразу! Атаковать никто не будет, нет? Я нажал квадратик, ничего не произошло. Come on! Не вовремя! Эй, ты вовремя! Я не могу отбить мощные атаки, видимо. Какие-то атаки не могу отбить, какие-то могу. Ладно, давайте попробуем кинжалом. Ну, давай! Угу, ничего не могу отбить. НОПЕРАНСКО! КОНОВАНСКО! Я не могу отбить. Угу! Угу! Слышно! Угу! 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 Взрывайся, бежать тебе некуда! Нет? Отстань от меня, говнюк! Ты чё открылся-то? Слушай, тут столько анимаций есть прикольных убеждало. Ах ты тварь! Ты, типа, думаешь, умный такой, что ли? А, блин, ну да, реально умный. Неверный! У тебя нет малейшего шанса! Со мной, Аллах! Ну давай! Фак, больно. Я не могу его атаке отвить. Ух, окей. Это было близко. Помолимся, помолимся. Ладно. Это был экспромт, как бы. Здорово, мудаки. Я тебя догоню! Ах! 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 Аф! Ах! 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 Не раз уж не хотел бить всех вот этих ребят, хотел одного забить, но умерли все Макколейр, ты не говоришь? Вы не думаете, что это было? спасибо все сдохли да конечно же я забил всех кроме тех кто чевалился нет кто еще блин я сейчас всю просто эту таблиерскую рать уничтожу нахер сюда иди говнюк я пришел подошел нах я готов не приближайся дождите я принес слово а не меч хочешь обсудить капитуляцию самое время вы не поняли меня послал альмуалим они салах один ассасин что это значит говори да поскорее среди вас предатель и он нанял тебя чтобы меня убить боюсь что у тебя ничего не выйдет я пришел не за вами а за ним тогда говори посмотрим правда ли это кто что конева где-то робер де сабле мой лейтенант он предаст вас он говорит иначе он хочет отомстить вашему братству за то что вы устроили в акре и я его поддерживаю немало из моих лучших людей палат ваших рук это я убил их на то были причины выслушайте меня вилем монферрат с помощью своей армии он собирался захватить акру гарнеды на плюс он сумел бы внушить что угодно всем кто не подчинится сибрант он планировал установить блокаду на море чтобы вы не смогли прислать помощь они предали вас приказа отдавал робер ты ожидаешь что я этому поверю вы знали этих людей лучше меня вас правда так удивило знание об их грязных намерениях это правда повелитель перед вами ассасин эти твари известны своим коварством конечно это неправда мне нет причины лгать о есть ты боишься за свою драгоценную крепость ей не устоять против объединенной мощи сарацинов и крестоносцев я сражаюсь за жителей святой земли если мне придется отдать жизнь ради мира да будет так складывается странная ситуация каждый из вас обвиняет друг друга на это нет времени я должен ехать к саладину и заручиться его поддержкой чем позже тем сложнее ее будет добиться подожди минуту робер зачем чего вы хотите вы же не верите ему это важное решение я не могу принять его сам пусть его примет некто более мудрый спасибо вам нет робер не ты кто всевышний пусть все решит поединок изи несомненно бог будет с тем чье дело праведное если вы этого желаете желаю да будет так а а не один на один а нет нахер спали отсюда ау а а а Моя, огонь! Да не знаю,刀ь, ОК! Ты без меня! Проколайся! Ты какой-то разгон с мной, Дуна? Ты не можешь смириться! СОЛЬНИЕ! Вместе! Проколайся! Ноп! Вот че тварь, пока замахивался. А, понятно, туда нельзя. Пока менял оружие, как бы. Чуть не прибили. Хм. Херал, он мне снял с КП. Фак, больно. Если я не умер, ты делай меня, мой хрен. Хрен. Да я ни хера не понимаю, ну это просто жесть. Куда нахер, минусы в FPS, текстуру залетел, блин. Жесть какая это, слушайте. Если у вас закончились ножи, вы можете... Это просто випец. Это невозможно сообразить, когда тебя вот так вот сильно атакуют, так еще и FPS приседает. Не, ахереть просто, очень честно, как бы. Ладно, это должно быть самая, как бы, сложная сладка. Ахереть. Нет. Господи, FPS, плиз. Да это просто пипец. Я не могу ничего сделать в этом момент даже. Это жесть. Я пытаюсь его добить и мне не дают. Ох, отлично. Ха-ха, отлично, просто, перехватила у меня. Ох, отлично просто, перехватила у меня. Вы что, серьезно? Слушайте, ну это просто пипец. Это просто пипец. Пытаюсь одного забить, и меня отбьет другой. Боже, тварь. Да это просто пипец. Сложно. Очень сложно, когда ты пытаешься его ударить, а он отходит, и тебя без возможности как бы... А может, я могу вернуться от его контратаки? Окей. А можно, блин, в бой зайти автоматом? Вы посмотрите! Вы видели это вообще? Пять человек, которые вредят тебя. Пять человек, которые вредят тебя. Хм. Это слишком легко. Я ничего не мог собрать, потому что камера была в жопе. Я лепейший дюксеньор. Это слишком легко. Охереть, как это сложно. Найс. Можно эти попробовать просто? Маншотить их? Я лепейший дюксеньор. Я лепейший дюксеньор. Ага, вот он шотил. Два раза просто так квадратик нажал. Ты мне preferен, мой план. Ты хочешь死? Ты не хочешь, чтобы пить питье. Я тебе никогда не уйдет. Да, я хочу в другую сторону уйти. Вот это просто... О, мой Бог. Нет! нет отстань это называется я отскочил назад только что пошел нахер меня о май гад это просто нереально это жесть как сложно я не помню что так сложно было если у вас закончились ножи вы можете взять капец что за херня а просто можно не нажимайте просто крестик нажать не а дуна жесть но это не а дуна как не не дуна ммм мурира а мак но не бис и на баду а 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 А, ну понятно, его просто отметка снялась. Да, не то. Он просто мне пол хп снял. Один. Это назвалось, что я отскочил. Жесть! У вас видно вот этот фпс? А это тоже можно контрить без понятия. Да. Окей. Нет. Да, я же... Ну я не той кнопки нажал, окей. Изначально. Вау. Да твою мать! Ну серьезно! Если что я мог сделать, то отскочить. Я нажал крестик. Вы можете даже посмотреть, как я нажал крестик. И оно не сработало. Фак. Это просто пипец какой-то. Да что такое-то, а? Да. Я не помню, что так сложно было. Да вы посмотрите, я просто ударил меня, уже отбили, минус 2 хп сделали. Вы серьезно, блин? Охереть. Да, пипец. Охереть. Да пошли вы! Да вы что издеваетесь, что ли? Да пошли вы в жопу! Охерее меня возить! Да по-хахахахаха! Вы что издеваетесь? Что за бред пошел кое-то силой копылы? Охереть. Охереть. Они просто имеют мне как хотят. Он от 4 ударов не сдох. Это просто пипец. Да почему ты их переводишь ты с него, а? Слушайте, я не могу просто добить тех, кого нахер Игра не даёт мне добить просто, она переводится с них Ну я мёртв Она просто, блядь, не даёт мне добить, серьёзно Я просто троих, блядь, ложу на землю И она, сука, с них переводит курсор Да ёбва, шумать, а Ну что за хуйня-то просто какая-то Ну это уже не честно, серьёзно Тебе, блядь, хватает пять раз сразу, блядь И чё делать, нахер, в этот момент? А я просто, смотрите, чувак лежит сзади, и она с него перевела, как бы, камеру Автоматом, я не могу никак поменять Смотри, сейчас, снова не надо забить Ладно, она дала, двоих забить Умак! Умак! Бдеи верят, двоих забerek! но я это здание омаги фпс пожалуйста что ? 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 ! ? ? кап Meh ? 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 чё вы видите это она просто не дает мне урон ему нанести оба клинком жизнь как твоему плану конец как впрочем и тебе это просто было жести ничего во всем этом не понимаешь ты лишь марионетка он предал тебя как и меня говори яснее тамплиер либо молчи он послал тебя убить девятерых так тех кто хранили тайну сокровища и что с того но его нашли не девять человек ассасин и 9 а 10 кто 10 каждый кто знает тайну должен умереть скажи мне его имя ты его хорошо знаешь и я сомневаюсь что ты заберешь его жизнь с тем же рвением что и мою кто это твой хозяин какой поворот но он не темплеер ты никогда не задумывался откуда он столько знает где нас найти сколько нас чего мы стремимся достичь он повелитель ассасинов да главный лжец мы с тобой лишь пара пешек в большой игре и теперь с моей смертью остался ты один думаешь он даст тебе жить зная что ты делаешь сокровища меня не интересует а его да твой хозяин и я отличаемся лишь тем что он делиться не хочет нет ирония судьбы я твой злейший брак не желал твоей смерти но ты забрал мою жизнь и этим положил конец своей собственной отличный бой ассасин сегодня бог благоволит тебе бог здесь ни при чем я просто лучше сражался ты можешь не верить в него но похоже он верит в тебя пока ты здесь один вопрос я слушаю зачем проделывать такой путь так рисковать жизнью ради смерти одного человека он угрожал моим братьям и нашему делу а значит месть нет не месть справедливость чтобы наступил мир значит вот за что ты дрался за мир ты не видишь здесь противоречия некоторых людей нельзя врезать как этого безумца саладина я думаю он хотел бы положить войне конец как и вы да я слышал но я вижу обратное пусть он сам так не говорит но люди этого хотят и сарацин и и крестоносцы люди не знают чего хотят потому они обращаются к таким как мы тогда такие как вы должны действовать правильно чушь когда мы рождаемся мы пинаемся и кричим мы жестокие изменчивые мы такие и ничего с этим нельзя поделать нет мы такие какими хотим быть а вы всегда играете словами я говорю правду никаких хитростей посмотрим но боюсь сегодня мира нам не видать даже сейчас проклятые войска саладина убивают моих людей и я должен быть с ними но может поняв насколько он уязвим он обдумает свои действия да может потом то чего ты хочешь станет возможным вы были не менее уязвимы чем он не забывайте этого люди которых вы оставили править вместо вас служили вам не да да я это прекрасно знаю тогда и удаляюсь мне есть что обсудить с моим господином похоже он тоже не без греха он всего лишь человек как и мы как и ты да прибудет с вами мир перейдите кальму алиму цель уничтожена у меня жопа уничтожено было если честно ну она на самом деле не так сложно как казалось но еще и руки мои кривые fps низкий как бы вносят свою лепту вин это жопа тоже сказать случалось невнятное эй на самом интересном месте чёрт возьми слушай похоже нас нашли твои дружки ассасины что как-то это сделал послушайте я не знаю о чем вы говорите но чтобы у вас не случилось я тут ни при чем они пришли за тобой и я их не приглашал это уж точно доложите ситуацию мы под обстрелом вы сдержите их или мне эвакуировать пленников пять или шесть мы превосходим их числом пара раненых но мы продержимся возьмем все под контроль черт возьми дезмонд нельзя было просто уйти я говорю что ни при чем как бы я связался с ними телепатии бросьте вы ладно скоро им всем придет конец вот послушайте угроза нейтрализована кавалерия не придет на помощь не знаю так минуту назад вы были перепуганы до смерти ваша лаборатория оказалась небезопасна боитесь что они вернутся не думаю дезмонд люси хочет сказать что возвращаться некому ассасинов больше нет последний год мы были очень заняты разыскивали ваше убежище коммуны в пустыне и так далее боюсь вы последний отдохните мистер майлз завтра мы закончим не посвалят да как боже ты можешь тоже на ужин сегодня готовить не знаю пойти пробках стоять мне жаль дезмонд он говорил о пустыне ты не думаешь что нет они послали туда отряд но место уже было заброшено не знаю где твои родители не могу сказать живы ли они но я думаю что они сбежали спасибо спасибо что узнала все не так плохо как кажется о чем ты говоришь они только что уничтожили в буквальном смысле слова мою единственную надежду выбраться ассасины перебиты и черт возьми я не знаю что задумали эти люди но знаю что когда они закончат они меня убьют это конец что ты предлагаешь мне сделать не теряй и мой гад отдохни а здесь палец нормальный тебе понадобится силы это те времена когда возможности не отрубания пальцев еще ребят не были достигнуты чертов леонардо да винчи видимо из прошлого так ждем пока она телепортируется идем проверять компуктер видика ша посмотрим что там сейчас инфу то найдем найдем так итак исходящие дверь зала засед тема дверь зала засед не работает дистанционный доступ отменен или что-то такое можешь посмотреть и разобраться в чем дело нет времени на эту ерунду привет уоррен пароль поменяли его меняет каждую неделю знаешь новый знаю что это 1 0 2 8 1 9 4 3 так всех сначала туда за комп он такой-то кривой перевод был знаю что это а как она садилась за его комп не знаю пароль и что-то хз вообще так можно оборот там перевод кривой так администрация секретные данные настоящим уведомляем что всем сотрудникам абстерго индустрии совпещается оспарить и обсуждать корпоративную политику так это уже было да это было я обо всем что вы делаете я знаю что вы сделали я видела его у него был металлический шар он открывался они сходили с ума выстреливали и вонзались разрывая людей на части я все знаю это были ваши люди видел знак слышал имя я расскажу всем кто выслушает вы будете разоблачены они узнают правду а вы заплатите безумные сволочи вы заплатите капец на полностью удаляйтесь и чё так закончили что-то значит так это мы все читали нашла ручку код доступа на выходе так а что там ну короче говоря это мы тоже читали ежедневные заголовки мексиканский президент обещал лучше охранять границу беспокойный числом эмигрантов незаконно въезжающих его страну президент мексики обещал сегодня усилить охрану границы число пограничных отрядов увеличено втрое а обе стороны взволнованы возрастанием враждебности и насилием между американским беженцами и мексиканскими пограничниками столкновение этих двух групп только за последние шесть месяцев послужили причиной гибели приблизительно 300 человек еще тысячи были ранены пунктные объекты алан рикен окей если парень не может обеспечить и нас необходимым то пора поискать в другом месте я отослал копию давиду из отдела комплектования возможно он сможет предоставить нам пару дополнительных объектов для исследования в случае невозможности продолжить работу с дезмондом мы и так уже превысили все сроки вся эта ерунда с использованием флюорида похоже подвела нас под тщательное расследование мы обязаны произвести запуск 21 промедлив и мы возможно уже не будем иметь такой возможности в связи с с расследованием что-то подсказывает мне что друзья из дк как раз планируют провести его особенно учитывая приближающиеся выборы мы разобрались беспорядком в озии но я слышал что рассказы о массовых убийствах и по корпоративном укрывательстве все-таки вспылили на каких-то веб-сайтах и в новостях откуда только он получает информацию согласно своему докладу лидер проекта убил там все еще убил там все еще до того как как прибыл отряд по очистке до сих пор не могу понять как у них получилось так испортить все дело в любом случае мы работаем чтобы вычислить как он черт возьми и заткнуть его раз и навсегда хоть и получается у нас это плохо я буду удивлен если кажется что он работает в одиночку кажется пара ассасинских сволочей и сейчас кружит где-то поблизости совершенно свободно ждут одного но ты знал удиви меня сказав после всего что утечка информации о флюориде была внутренней а если была с чем мы ими дело подсадной уткой или может хуже я уже готов махнуть рукой на твой объект 17 дай мне результаты или дай начать исследование с новым объектом алан соник госпитализирован объекта ладно хорошо это но вот плакет последнюю киностудию сегодня вершилась история была закрыта последняя киностудия возрастающая популярность видеоигр в сочетании с действительно угрожающими размерами пиратской продукции уничтожили кино поменьше холдинг обстерга обвинен в секретных экспериментов над водой в маленьком городе в систему на по которой вода поступала в каждый дом был внедрён сильно действующий синтетический наркотик названный новый флюорид так обстерка тестировала его на жителях города пароль улучшить доступ к компьютеру не махнем пароль ладно какой-то пароль нашел ложная тревога такс полагая всемирность выйдет наружу кто-то допустил учечку информации из папки по делу об исследовании оптимизации используемых флюоридных соединений теперь федералы проведет расследование фармацевтическом отделе нам придется расформировать раздел выделите документы что в них о чем они думали черт возьми могли отравить целый город во вспомним новости акции не примерно поддут по завтраками jane подкатывает об этих идиотах мы в мы запустили при пресс-релиз по запуску спутника сообщили им что запуск отложен до 21 числа и теперь можем добиться улучшения в зоне охвата Есть какие-то пропущенные сигналы. Для выгоды наших клиентов, конечно. Просто мы хотим быть уверены, что вы получите все, что необходимо до новой даты запуска. Так, во. Полили архивный документ. Мисси Рикен, надеюсь, вы сможете объяснить мне, почему в течение пяти лет после смерти моей подруги никто даже не пожелал объяснить мне... А, ну окей. Это мы читали. Из первого сетя по четвертых педагогам у меня будет от вас. В каких-то экстренных случаях обращайтесь к моему помощнику Обри Джекобсу на дополнительном номере 103. Вы сказали мне, что проблем больше не будет, а она опять несет этот вздор. Сделайте что-нибудь, Уоррен. Ежедневные закловки, ежедневные закловки. Что там? Бурение в Антарктике, усиление напряженности. Закончится сезон ураганов. Перенесены сроки запуска спутника Абстерго. Ну и все, как бы. Окей. Надо же было почитать. Тут не так уж много текста, чтобы его не читать. По сравнению с некоторыми последующими частями, где просто этого текста миллиард. Полагаю, вот сюда был доступ, да? Он может передвигаться чуть быстрее? И что я здесь, как бы, найду? Ну здесь же ничего не... А, ну там есть компуктер. Больше компуктеров. Лидер проекта номер 9. Мы закончили анализ отчетов анимус объектов с 12 по 16. Пока часть Эдема остается нашей главной задачей. Мы не должны оставлять поиски местоположений и выяснение свойств остальных артефактов. Я уверен, вы понимаете значение этих исследований для нас. Хотя запуск упростит часть работы, нам еще необходимо разорваться с теми, у кого проявился иммунитет или защита от их эффектов. Просмотрите, пожалуйста, наш отчет. Жду ваших комментариев. Коротко, часть Эдема N3. Мы восхищены вашей работой по поиску альтернативного артефакта, заменившего бы утраченного время несчастного случая при запуске N2. Мы понимаем, что у объекта 17 возникли трудности в установлении контакта с анимусом, приводящий к задержкам. В результате мы устанавливаем 24-часовой срок до следующего решающего обновления. Одновременно мы подготовим отобранную команду и оставим в ожидании. Мы полагаемся на вас и рассчитываем получить всю недостающую информацию. Он знает, где все оставшиеся объекты, пусть и не сознавая этого. Вы обязаны разблокировать последние воспоминания, иначе все пропало. Проект Филадельфия. Получены данные от анимуса объекта 12, указывающие на то, что корабль находился в будущем состоянии около 18 минут. Неясно, соответствует ли их линия времени нашей или идет параллельно. Хотя мы получили достаточно сведений для реконструкции и улучшения исходного артефакта, используемого в эксперименте, администрация закрыла проект без причины, сославшись на корпоративную политику. Корпоративная политика осталась прежней. Любой объект, используемый для связи или управления временем, должен оставаться без изменений. Артефакт перенесли в секретный хранилищик. Какой-то SCP, серьезно. Тунгусский инцидент. Сейчас полагают, это был результат непосредственного вмешательства ассасинов. Поисковая установка была уничтожена, как и артефакт. Волновые устройства следующего поколения стали доступны, но информации в тот момент было недостаточно. А риск провала слишком велик. Генеалогическое обнаружение и дивизия захвата должны были противостоять хранителям, как ассасинам, так и братству, чтобы обеспечить продолжение поисков. Возобновление данного типа технологий поможет нам избежать любых грядущих задержек в запуске спутника. Мы собираем группу для ускорения поисков этой области. Грааль. Мы вычернули Грааль из списка объектов. Мы сомневаемся в том, что он существует. Детальный анализ информации, полученный от объекта 17, показал, что за исключением части Эдема, оставшиеся артефакты, соотносимые с личностью Христа, это литературные условности или следы части Эдема, а не реальные вещи. Даже если эти объекты существуют, возможность их применения в наших целях не минимальна. Лучше тратить наши средства и силы в другом направлении. Установки связи Митчелла. Исследование объекта завершено. Хорошие новости. Мы будем иметь секретную и безопасную связь со спутником после запуска. Она, конечно, ограничена по количеству. Мы отдадим для нее самое лучшее оборудование. Не беспокойтесь, вы сохраните право собственности на принадлежащее вам. Орен. Как можно скорее завершить работу с объектом 17. Это очень важно. Нам будет значительно легче, когда вы приблизитесь к заданному воспоминанию, но делать это необходимо постепенно. Все, над чем мы теперь работаем, зависит от определения их местоположения. Да поможет тебе всевидящий бог достичь успеха. А. Р. Так, и это все? Окей. Ну, как бы полезненько, полезненько, даже интересно. Давайте читать. Когда тексты не каждые 5 секунд, как бы. Все равно здесь заняться тупо, как бы, нечем. Но геймплеер же есть. Есть геймплеер. Так, в итоге мы 3 компа проверили. Вроде бы больше ничего нельзя сделать, если я не ошибаюсь. Не, ну можем, конечно, там, по-моему, вообще нету выхода. Ну, то есть табла, на который код можно запихнуть. Разбить и серваки, как бы, все, и рип. Изи. Ладно. Поспим. В одежде спит. Какого хера он не раздевается? Китайский иероглиф, и это, блин. Встать. Суд идет. Раньше обычного, док. Я хочу закончить это поскорее. Как скажете. Не будьте таким мрачным, мистер Майлз. Сегодня исторический день. Его будут помнить много лет. Ну, кто-то из нас будет помнить. Так он намекнул на то, что его сегодня переедет машина. Больше же ничего не сделать с собой поговорить. Люси, нет? Люська говорить не хочет. Видик. Я лазил в твоем компьютере, видик. Порнухи-то сколько? У-у-у. Я видел твои запросы, братан. Как-то не очень. Ты себя ведешь. Не те разделы ты смотришь. Нет, чтобы нормально искать Повервотч, а он по Майлитл Пони ищет. Ой. Мне нужно, чтобы вы легли, Дезмонд. Ладно. Мне нравится, когда женщины командуют. Let's go. Так, ну что? Сему пришел конец, ребят. Осталось одно большое финальное воспоминание. Блок памяти 7. Начинаем программу, Дезмонд. Да, давай. Что здесь произошло? Где все? Отправились к хозяину. Это тамплиеры? Они напали снова? Они прошли путем. Каким путем? О чем ты говоришь? Путем к свету. Ты бредишь. Есть только то, что показал хозяин. Это истина. Ты сошел с ума. Ты тоже пройдешь путем? Или умрешь? Так говорит хозяин. Это Аль-Муалим, верно? Что он сделал с вами? Слава хозяину, ибо он отвел нас к свету. Какого хрена я не использовал клинок в прошлой схватке? Там уже можно было всех заманшотить. Фак. Ну ладно, хорошо, не важно. Я что-то как-то затупил. Бывает. Жизнь говно. Мир. Так. Пойдемте. Я знаю, почему он всех начал оприходовать от Аль-Муалим. Все из-за того чувака на уступе. А, здравствуйте. Че, я могу пройти? Окей. Нет. 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 Ну че-то я как-то легче контратакуются, если честно. Nope. Ай. Кажи сюда. Я. Давай, давай. Вали с моего самолета. Лавсову не упасть. Я пробую так забить. Нет. Ой, я просто... Прикрынулся. За хозяина! За хозяина! Он нашел пучом смерч. А можно мне, пожалуйста, не бить хотя бы, пока я бить в общем-то? Я. Ох ты, нихера себе. Я поймаю. А еще? Все домой. Давай ты, бежать тебе некуда. Ууууу. Че, ты это за херня? А-а-а, Малик, здорова. Альтаир, сюда! А ты хорош. Блин, Малик-то красавчик. А, в смысле? чего зона не прогрузила что ли твою мать серьезно во время ты появился похоже нужно защищаться друг альмуалим нас предал да и своих дружков тамплиеров тоже как ты узнал после нашей беседы я вернуться в развалины под храмом соломона робер вел дневник записывал все свои откровения то что я прочитал потрясло меня и открыло глаза ты был прав альтаир повелитель использовал нас мы должны были не спасти святую землю отдать в его руки его нужно остановить осторожней малик он сделает с нами тоже что и с остальными если сможет держись от него подальше что ты предлагаешь моя рука крепко держит клинок а люди все еще верны мне мы тебе пригодимся тогда отвлекайте рабов нападите на крепость тыла если они отвлекутся на вас я доберусь до альмуалима я сделаю это да и эти люди они подчиняются чужой воли не убивая их без нужды до альмуалим отринул кредо но это не значит что мы поступим также я постараюсь отлично мира и покоя друг твоего присутствия принесет и то и другое видите отсюда я пошел оля алёша алёша муалимский я иду ты думаешь что типа спрятался да а ты зря закрываешь убегать от тебя некуда будет говнюк я дойду до тебя бразь пешком сейчас и голову разомну к еще бежать до тебя тварь подождешь то скотина сейчас я придумал всяких других обзывательств еще и шуточку еще здесь столько невиновных нельзя причинять ему вред здравствуйте эй оля алё ёпты где-то слышишь говнюк говнюк что это поздравляю говно какой-то палочки пока что без палочки ученик вернулся я никогда не убегал и и никогда не слушал поэтому я жив что мне с тобой сделать отпустить о альтаир в твоем голосе ненависть отпустить тебя это будет неразумно зачем тебе это я нашел доказательство доказательство чего что ничто не истинно и все позволено он молодец сюда уничтожить предателя ой да твою мать избавить от него мир эм здравствуйте это вы финальный боссы да все ладно поехали ау я пытаюсь это ланшотами видимо не будет ланшотов сейчас я уздохну быстренько да здесь нужно все-таки этим мечом либо у меня что-то с таймингами если из-за вас переносчик кувшинов уронит свой груз он раскроет ваше укрытие ваше укрытие остановите его на мечом уйти а можно не бить пока я внизу хотя бы ну это просто охеренно что за херня происходит вау это перед пипец было сейчас да почему я направляю в другую сторону ну я мертв нет встань до свидания так а сколько трое а а классно а а а а а а а а дал а это amed ос 3 м не у а erreicht и дальше узнаю Докажи. Чего я могу бояться? Взгляни, каким могуществом я управляю. Охереть, пятерняшки. Кто так же может? Только они будут реальными. Нет. А вот это я не мог просто... Вот это не было нечестно. Я даже не успел среагировать. Мне бесит то, что после вот этой вот анимации они продолжают меня бить. Ну, это жесть. Мне нравится. Камера уходит, они сразу начинают бить. Я даже не успел сообразить. Если вы отразили мощную атаку, враг будет уязвим. Прикольно. Да можно в битву-то встать? Я даже встать не могу в битву. Да что за ёб твою мать-то, а? Возьми хватать, плиз. Ахереть. А, тут щас он мне не попал? Да блин, надо нападать вот в момент, когда он замахивается. Надоели. Я даже не успел сейчас нажать кнопочку в круг. Вау. У тебя есть последние слова? Ты солгал мне. Назвал злом цель Робера. Хотя у тебя была такая же. Я никогда не любил делиться. Ты не победишь. Другие найдут силы восстать против тебя. И поэтому, пока у людей сохраняется свобода воли, мира не будет. Я убил человека, который так говорил. Смело. Но это лишь слова. Тогда отпусти меня. Я перейду от слов к делу. Скажи мне, повелитель, почему ты не подчинил меня, как остальных ассасинов? Почему сохранил разум? Кто ты и что ты делаешь, слишком сильно связано. Лишить тебя одного, значит, лишите другого. А тамплиеры должны были умереть. Но ты прав. Я пытался. Тогда, когда показал тебе сокровище. Но ты не такой, как другие. Ты видишь сквозь иллюзии. Иллюзии? Это все, на что способны сокровища крестоносцев. Частица Эдема. Слово Бога. Теперь ты понимаешь? Воды моря не расступались. Вода не превращалась в вино. Не Ириния начала Троянскую войну. А вот это... Иллюзии. И только они. Твой план тоже всего лишь иллюзия. Заставить людей против воли идти за тобой. Чем она хуже фантомов, за которыми идут сарацинные крестоносцы? Кровожадных богов, покинувших мир, в котором люди убивают друг друга с их именами на устах? Я просто даю им одну иллюзию вместо другой. Ту, что не требует столько крови. Они сами выбрали себе фантомов. Вот как? Ты не слышал об обращении еретиков? Это неправильно. А, вижу, логика тебя подвела. Ты обратился к эмоциям. Я разочарован. И что же нам делать? Ты за мной не пойдешь, а мне тебя не заставить. А ты не оставишь свой жестокий план. Похоже, мы в тупике. Нет, в конце пути. Я буду скучать, Альтаир. Ты был лучшим учеником. Ноп. Задание. Это было быстро. На что надеялся? И в Звездных Войнах это есть. Да будет так. Ты победил. Забирай свой трофей. Ты держал в руках огонь, старик. Его нужно уничтожить. Уничтожить то, что может остановить крестовые походы и принести мир? Никогда. Я сделаю это. Посмотрим. И предал я сердце моё тонну, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что это томление духа. Ибо во многой мудрости многие печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. И вот здесь Альтаир охерел. Уничтожь их. Уничтожь, как я и сказал. Я... Я не могу. Можешь, Альтаир. Я бы тоже охерел. Земля-то ведь плоская. Мы не знали, что ли? Готово! И всё. Ну, на самом деле здесь миссия-то проще. Просто я какой-то хернёй начал страдать и пытался клинком забивать и так далее. Она была просто мечом в мече стоять и всё. И контрить всех. Э, ну всё. Осталось чуть-чуть. Чёрт, что это было? Ну? Карты у нас? Сколько? Не меньше шести. Нам столько не надо. Хорошо, что у нас есть запас. Наверняка не все из них работают. По меньшей мере, две находились в местах, которых больше нет. Мы отправим отряды в каждую точку и посмотрим. В конце концов, нам нужна лишь одна. А остальные? Заберём их. Не оставим шансов на неудачу. Меньше всего нужно, чтобы кто-нибудь мешал нам в новом мире. А ассасин? Он сделал своё дело. Убейте его. Стойте. Вы знаете, как работают эти вещи. Вряд ли мы сможем просто забрать их. К чему это? Он может понадобиться. Его память. Я рекомендую сохранить его до тех пор, пока мы не будем точно знать, что нас не ждут сюрпризы. Это потеря времени. Вы сами сказали. Нельзя оставлять шансов на неудачу. Хорошо. Убедимся, что он нам не нужен. Потом убьём. Ладно. Прекрати подрывать мой авторитет. Я только что выручила вас. Идём. У нас много работы. Не расслабляйтесь, мистер Майлз. Мы скоро вернёмся за вами. Мистер Майлз. Что за чёрт? А чём он писал, интересно, всё это? Ну, если кто-то вдруг не знает, что это за пометки, то это пометки Объекта 16. Так, просто держу в курсе. Я так полагаю, это кровь? Ну, ты реально больше похож, знаете, на пролог такой, на демоверсию того, что следует ждать. Ну, что заканчивается всё на самом интересном месте. Ё... Вонагуни. Окей. Вонагуни. Или там, наоборот, так... Или чё там было, может, в другой стране его прочитать? Нет, с этой стороны не читается чё-то. Тафак? А в этом какой-то смысл есть, или они просто писали так? Может, с этой стороны надо прочитать? Море умно... What the fuck? Фак. Я сейчас демон призыву серьёзно, если всё это буду читать. Интересно, а он наружу выходил? Здесь, окей, здесь честненько. Хм, подождите. Надо одно проверить. А, то есть теперь дверь не закрывается, да? А зачем держать-то? Чё, пусть убежит нахрен. Я могу выйти туда теперь? Может, посвятить отсюда? Нет, там он не писал. Окей, видимо, у него... Всё-таки доступа туда не было. А, я могу выйти, окей. Так, ну... Здесь ничего. Можно попробовать убежать, или там? Что? Тут ничего. Я не знаю, как они проходят. Видимо, сквозь дверь. ХЗ. Не знаю, как в фильме Куб. Открывается дверь просто. Сама по себе почему-то. Все выходят. Ну как, в основном только психи. Нормально удостоверяются тут. Окей. Ну что, как бы, приступим? Посмотрим титров. А это значит, что титры пошли. Мне нравится, как баба себя запихнула, во-первых. Продюсер, знаете, креативный директор, по идее, должен иметь, да, как бы, ну, над всеми власть. А баба такая, о-о-о, я продюсер. Все, что она сделала, ребят, она даже не делала игру, если что. Она просто насасывала так немножечко. Так, просто держу в курсе. Если что, как бы, основной дизайнер этой игры, и тот, кто ее делает, это будет по 30 селе. И пьяняка по 30 селе. Когда он там выпустит свою игру, очередую? Надеюсь, он с тем же самым чуваком работает, что я писал сценарий к Assassin's Creed. Ну, в общем-то, вот и все. Еще одно ВПЗ подошло к концу, еще один Assassin's Creed подошел к концу. Теперь на канале есть номерные части, вплоть до четвертой. И даже юнити есть. Можно читать ее за номерную часть ХЗ, как бы. Но там уже все, там уже понеслось, по-моему. В непонятке куда-то все. И еще раз скажу, то, что это было намного интереснее, чем проходить Assassin's Creed Origins. Потому что в Origins абсолютно все было непотребным, скучным дерьмом. Все-таки видно то, что люди, которые писали хотя бы диалоги в Assassin's Creed Origins, они не понимали, что они делают. Они не могут сделать интересно. Там все однообразно и скучно. Здесь, по крайней мере, следить за тем, что персонажи говорят интересно. Они хотя бы говорят что-то вменяемое и клево прописанное. А там просто бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Знаете, просто, по-моему, даже за NPC в Скайриме следить будет интереснее, чем за ними. Надеюсь, здесь не самые долгие субтитры во вселенной. Поэтому вот вы голосовали по ПЗ-46. Я прошел. Мне в очередной раз, ну то есть во второй раз, в это было более-менее интересно поиграть. Мне особенно понравилось. Я, кстати, вот особо не помнил игру. Вот помнила только вот эту финальную пробежку. Правда, у меня было больше FPS, потому что проходило на компе. Зря я на компе не стал проходить. И финальную битву, обществу, но я более-менее не помнил. И вот эти вот все схватки с основными целями. Ну, во-первых, хочется отметить то, что они были действительно разными. Но как бы жопа горела от последней просто по максимуму. Правда, это, по сути, была не схватка. Там просто была засада, как бы я должен был ее перешить. В общем, наверное, что-то я сделал не так. Но я не помню, чтобы так было больно и сложно. Я хз, в общем. Может быть, кстати, еще и FPS виноват в том, что я, допустим, не могу законтрить какие-то удары. Потому что игра просто не успевает просчитать это все. Ну, блин. Она не может даже просчитать звуки иногда. То есть ты просто сражаешься с врагами, а у тебя звуки, некоторые наборы, появляются через 10 секунд. Я не думаю, что здесь могут быть, не могут, не может быть проблем с управлением, да. Тот же. Так что, что еще нам надо сказать? А, ну, музыка. Как бы, есть перкют, потрясающий человек. Задумка, палитра. И само по себе, как бы, ощущение от того, что ты, как бы, участвуешь в средневековых баталиях, тоже есть. Я не буду говорить, что это слово атмосфера, потому что что-то дебил, что ли. Тут есть что-то такое, знаете, особенное у этой игры, чего нету у других частей. И на самом деле, если посмотреть эту часть, посмотреть вторую, то увидите, что она отличается. Я по-прежнему не понимаю, почему они до сих пор ее не портировали на PlayStation 4, как бы, чтобы она нормально шла. Потому что Director's Cut уже на ПК-то есть. Ну, видимо, там вообще все сложно. Видимо, хотя движок вроде тот же самый, что в Assassin's Creed 2. Ну, или не то брать не будет, или им страшно, или еще что-то. Могли бы в качестве бонуса запихнуть в коллекцию Assassin's Creed, тем более, что... Ну, в смысле, Этсо коллекцию. Тем более, что там есть Revealations, в которых тоже есть Alteir, если что, в разные годы его существования. Поэтому теперь, кто... Да, кстати, многие люди не трогали первой части, потому что считают ее скучной. Им ход здесь скучный момент, и только вот эти вот в городах, когда ты подходишь к цели, да. Ну и то, они занимают, ну, в целом, сколько? 20 минут времени, что ли. Но у меня занимали 20 до 30 минут времени. Так что, не суть так страшно. Все остальное, это более-менее разнообразно и интересно. Тем более, что послушать, что говорят всяческие NPC здесь достаточно годно. Точнее, они играют годные вещи, которые, как бы, интересно послушать. Поэтому я не вижу здесь какого-то однообразия, о котором люди говорят. Да, здесь есть какие-то однообразные вещи, которыми нужно заниматься для того, чтобы пройти дальше по сюжету. Но им не нужно заниматься столько, сколько гриндом в Assassin's Creed Origins. Поэтому, те, кто проходит Assassin's Creed Origins, они прошли первую часть, потому что считают ее скучной. Вы дебилы, я считаю сейчас. Поэтому срочно, чтобы не быть дебилом, взяли и прошли первую часть. Даже если ее, как бы, только что посмотрели полностью, потому что... Ну, на самом деле, это было прикольно. Хотя... Да нет, даже, я хотел сказать, даже боевка не очень. Но даже боевка более-менее прикольная. Если вы хотите усложнить все процессы, попробуйте всех забирать те контратаками при помощи... Контратак, прям при помощи стройного ножа. Это достаточно сложно, на самом деле, рассчитать тайминг. Потому что здесь, по сути, ножами драться нельзя, и у вас постоянно контрят. Никак, как во второй части это было. Ну, в общем-то, это был неплохой пролог для серии Assassin's Creed, который смог породить основную серию. За что спасибо большое Патрису Деселе, за то, что он породил для меня такие прекрасные игры, которые принесли множество хороших воспоминаний и до сих пор приносит. Как Assassin's Creed 2, Brotherhood Revelations. Третья часть не в счет. Четвертая часть, да? Ну и даже Syndicate можно считать за хорошую игру. А все остальное... Да. Не считается. Хотя, говорят, что... Еще говорят, что Assassin's Creed Rogue неплохая игра. Но я, если честно, ее не пробовал. Еще есть какая-то, которая была на PlayStation Vita, которая принесла. Вот та, по-моему, отстой полный. Ну, потому что делась по лекалам, по-моему, четвертая часть. А, не, третья часть. Но сделана была из рук вон плохо, потому что была сделана для PlayStation Vita. Во-первых, она, по-моему, легкая была, короткая, и не отцом интереса. Хотя, может быть, когда-нибудь я их тоже пройду. Че, какая разница? Если уж нырять в прорубь с говном, то по полной программе. Ну, а во что сейчас превратилась игра в флани сурани, это просто пипец. Какой-то дебилизм, если честно. Ну, в общем, как вы, наверное, знаете, Assassin's Creed, самый последний, более-менее относящийся к серии, это был более... еще Unity был, да? Ну, и там уже какая-то жесть пошла. И даже четвертая, не четвертая про пиратов, пятая часть Unity, да? Ну, это было не то. Syndicate, это просто про бандюгана и бандюганшу, который ходит и мочит всех в Лондоне, да? Серьезно, такие бандитские разворки в Лондоне. Так что, формально, последней частью, которая была Assassin's Creed, действительно, это была третья часть. Ну, и там уже была какая-то помощная херня. Но все равно, как бы, она была более-менее еще к Assassin's Creed, относящейся. Так что, блин, получается, что формально, последней частью, нормальной, адекватной была Revelations. Ну, то есть та, которая более-менее еще имела отношение... Патрис Дисле, его команда бывшая и сценарист. Ну, и здесь, как бы, вас оставляют с анимусом, который почему-то здесь называют анимусом 1 на 1. И, как бы, можно прочекать, что там есть в дополнительных воспоминаниях. Может перепрыти этот блок памяти заново, если хотите. Так, я собрал 3 флага короля Ричарда из 100, 26 иеруселимских распятий. Ну, как бы, 8, 5 пунктов, окей. 8 топлеров из 60 убил, флаги царцинов 7 из 20. Флаги топлеров 8 из 33, флаги топлеров 5 из 34, топтенцев 3 из 33, царцинов 11 из 100. 3 из 100 здесь, иеруселимские распятия 26. Ну, если всё так сложить вместе, то дополнительное задание на 20% прошло, и это, как бы, нормально, да. Всё остальное, ну, как вы видите, я старался пройти как можно более интересно для зрителя. Поэтому всё, что мне осталось сделать, это зачем-то выйти из анимуса для чего-то. Ну, вот, как бы, единственный минус этой игры, да, в том, что здесь, по сути, не надо заниматься дополнительными испытаниями. Ну, только ради ачивок, но, как вы понимаете, ачивки есть только на Xbox, и их даже патчем на PlayStation 3 не добавили. Поэтому, по сути, заниматься-то толком нечем здесь, после игры. Ну, разве что тем, кому понравилось забивать всяческих говнюков и выполнять игры на 100%, ну, там есть чем заняться. Хотя, по сути, во всех играх так. Тот же The Saboteur, да, в котором даже, по сути, сдавалось что-то за это, ну... Не хотелось оставаться в том мире, хотя, в принципе, некоторые забирали на 100%. Вот мне не хотелось лично оставаться в The Saboteur какое-то время, да, еще после прохождения основной кампании. А некоторые на 100% проходили. Так что это уже дело вкусу, я считаю. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем, кто смотрел, особенно от начала до конца, я не пускаю ничего, спасибо. Голосуйте в очередной ППЗ, в еженевечном ППЗ, даже, ну, даже если вы смотрите это через год, может быть, ППЗ до сих пор существует. Так что заходите на bioelenr.ru, логиньтесь там, регистрируйтесь там. Если есть какие-то проблемы с регистрацией, говорите мне или Рейджеру, мы все обязательно поправим, зарегистрируем вас. Голосуйте. Ну, и ППЗ-47 уже грядет. Вот, кому не хватило Assassin's Creed, можете посмотреть предыдущие, точнее, последующие части. Для меня они предыдущие, потому что я записывал их раньше, да, а для вас это последующие, потому что вы будете их смотреть потом. Офигеть, все относительно, все относительно. Если что, ссылочки на все плейлисты есть в описании к этому видео. Ну, а у меня все с Assassin's Creed 1. Всем спасибо за просмотр, с вами был Эллин. Увидимся в следующих видеопрохождении, которые обязательно появятся.